Сегодня у нас обзор на внешнюю звуковую карту от фирмы M-Audio, Air 192.8. Друзья, здравствуйте! Вы находитесь на канале Давай Запишем, где, напомню, мы с вами говорим о Pro Audio. Если проводить аналогию с младшими моделями Air 4, а также 6 версии, то по входам здесь, в принципе, одно и то же. Мы имеем два разъёма на комбо-входах. Сюда можно подключить микрофоны динамические или, как в нашем случае, конденсаторные. Можно подключить линейные источники, синтезаторы, драм-машины, вертушки, чумбы, да? И сзади, точнее спереди, сзади для вас, спереди для меня каждый канал продублирован инструментальным разъёмом с специальным сопротивлением, к которому можно подключить бас, электрогитару и записать всё это дело спокойно в линию. По входам тут немножечко всё отличается. Здесь уже 4 входа. Давайте смотреть вместе, что и как. Главная пара балансные TRS-разъёмы. Эта пара дублируется RCA-разъёмами, они не балансные. Третий, четвёртый, вспомогательный выход только на RCA-ах. Стоит ли говорить, что они не балансные? Можно уводить два стереоисточника на независимые выходы. В остальном всё худо-бедно-одинаково. На входных каналах у нас есть аттенюация, есть четырёхсекционная индикация, также есть очень неплохой пред для ушей, который 120-омный уш раскачает вполне себе. Кстати, раз мы уже начали говорить про мониторинг, следует затронуть тему маршрутизации различных мониторных функций. Во-первых, это переключатель моностерео. Он позволит слышать вам звук с каналов либо в моно, то есть по центру, либо в стерео. То есть первый канал мы слышим в одном ухе, второй канал слышим в другом ухе. Переключается это всё достаточно просто, как вы видите. Здесь есть управление общей громкостью, здесь есть независимое управление наушниками. Кстати, тут тоже есть маршрутизация небольшая. На наушнике мы можем подавать либо сигнал, который идет на основной выход 1-2, либо на сигнал выход 3-4. Это оценят, скорее всего, диджеи, которые могут работать сразу с несколькими источниками и попеременно слушать то-то то это в тихом контроле. Также тут есть крутилочка баланса. Она позволяет нам задать соотношение сигнала, которое приходит к нам извне, скажем, звук с микрофона, к сигналу, который у нас звучит на компьютере. Например, минус, под который вы записываете свой вокал. Настраиваете эту крутилку таким образом, чтобы исполнять вам было комфортно. Вы слышите себя, вы слышите минус, все, собственно, довольны. Если до этого момента мы с вами слышали работу конденсаторного микрофона, то теперь можем послушать работу вот этой карты с микрофоном динамическим, потому что не секрет, что динамические микрофоны сильнее подвержены вот этой самой окраске преампов. Давайте накинем побольше гейна. Накинем, накинем, накинем. Ой, 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 перегрузку ушли. Так, ну вы сами знаете, вот этот, вот этот самый конец, когда раскрывается полностью все усиление преампа, там становится очень легко перегрузить ваш звук. Но в целом 57 шурик звучит следующим образом. По преобразователям здесь стандартные показания. Это 24 на 192. Кстати, мы все выяснили, поэтому едем дальше. Производитель заявляет, что Air имеет минимальную задержку в своем классе. Так это или не так, давайте узнаем через мой компьютер. Сейчас на своих экранах вы видите точные цифры, которые выдает мой компьютер через Cubase. Перед этим я напомню, для работы нам будет необходимо скачать драйвер. Это все делается через официальный сайт, в этом ничего сложного нет. Ну а теперь я предлагаю вам перейти к финальному тесту. Давайте послушаем нашу небольшую группу, записанную на вот эту карту. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой Светел чист, бесконечно прекрасен. Под хрустальным мостом реки чистой воды, и никто над цветами не властен, и не дерево счастья, а счастье сады, она меньше я не согласен, не согласен. Давайте подводить итоги. Карточка попалась достаточно интересная, выдаёт она по 60 дБ на каждый микрофонный канал, учитывая тот факт, что для работы не нужна розетка, всё это дело питается по USB. Это действительно отличные цифры. Карту можно взять с собой буквально в поле и записать там новый хит, чтобы никакая реверберация не помешала вашей записи. Людей, которые... домоседы, которые любят работать дома, эта карта тоже может привлечь. Здесь есть MIDI. Вот так выглядят проводочки, которые выводят MIDI-разъёмы наружу. Да, не совсем стандартно, но с другой стороны, во-первых, это экономит место на корпусе, а во-вторых, ну давайте будем честны, MIDI нужно далеко не всем. Вот я, например, MIDI не часто пользуюсь. Также люди, которые любят брать свои звуковые карты на живые какие-то мероприятия, на концерты, тоже оценят Air, потому что здесь есть два независимых стереовыхода. Можно подавать, например, два стереоподклада или четыре моноподклада, допустим, четыре каких-то инструментов моно, которые дополнят ваше выступление во время живого концерта. Друзья, помимо того, что есть сама железка, вместе с ней идёт куча всего бесплатного. Это и несколько цифровых рабочих станций, там есть Pro Tools, Ableton Lifelite и куча различного софта для написания музыки. Это действительно здорово, что вы можете потратить деньги, купить железку и вместе с ней сразу получить софт, чтобы начать творить. Это был канал Давай Запишем, здесь мы с вами говорим о Pro Audio. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Aira. Поставьте лайк, если видео пришлось по душе и подпишитесь на канал, впереди много нового, интересного и, конечно же, Pro Audio. Я не прощаюсь, а говорю до свидания, до встречи в следующем ролике! А вот так? Подожди. Нет, так не получится, там темп, ритм, сейчас. Давай я начну. А подожди, как мы вместе начинаем? Так, вы не начинаете, одну секундочку. Я давай начну на пять. До свидания!